Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня, 1 июля, единый день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Мы находимся в поселке Станционный Полевской, где полным ходом идет голосование. Давайте понаблюдаем за этим процессом. В условиях пандемии на избирательных участках необходимо обеспечить меры профилактики против коронавирусной инфекции. На входе каждому избирателю обрабатывают руки антисептиком, выдают одноразовые перчатки, ручку, а также измеряют температуру. На данном избирательном участке работает 9 человек. Значительная часть жителей поселка уже приняли участие в предварительном голосовании. Это порядка 50%. По словам председателя участковой избирательной комиссии Ольги Поповой, была проделана большая работа по информированию граждан. Рассказывали, как будет проходить процедура голосования, знакомили людей и непосредственно с новой редакцией Конституции Российской Федерации. Занимаемся информированием. Большую часть поселка мы обошли, пригласили. Ну и надеемся, что они сегодня все придут. Ну а так, по вашим наблюдениям, люди голосуют. Они знают, какие поправки вообще? Читали ли они текст Конституции новой? Не все, не все жители читали. Многие информацию получили из средств массовой информации через телевидение. Ну, в основном, активность пожилого населения вот радует. Они все приходят, говорят, что очень позитивно настроены к власти нашей, к изменениям Конституции. Молодое население, конечно, не читали, не знают, но мы их всем предлагаем ознакомиться. Уже с утра на избирательный участок приходят граждане, которые не успели проголосовать в рабочие дни. 1 июля объявлен выходной. Обязан проголосовать. Это мое право. Я воспользуюсь им. Ну а вы знакомились вообще с тех? Конечно. Что вам особенно понравилось, может быть? Ну, да все в основном. Все правильно. Почему вы решили прийти проголосовать сегодня? А вы знаете, все голосуют, а я что, рыжий, что ли? Сегодня на избирательном участке присутствует и глава поселка Станционный Полевской Ольга Владимировна Путина. Ольга Владимировна, как проходит голосование? Расскажите. Досрочное голосование провели, информировали население всеми способами современными, и через средства массовой информации, и через мессенджеры, информировали население через объявления, и поэтому, конечно же, досрочно у нас народ приходил, голосовали. Сегодня ждем всех, двери избирательного участка открыты до восьми вечера, и поэтому приглашаем. Очереди никакой у нас нет, соблюдается масочный режим, дистанция соблюдается, поэтому всех ждем, все безопасно на избирательном участке. Кроме этого, предусмотрено голосование не только на избирательном участке. Члены комиссии могут приехать к избирателям сами. Бюллетень, средства защиты, ручка – все это запечатывается в специальный пакет, который доставляют гражданам. При них вскрывают, избиратель голосует и, собственно, ручно опускает бюллетень в персональную опломбированную урну. В случае, если избиратели не могут по каким-то причинам добраться на избирательный участок, то члены комиссии приезжают к ним самостоятельно, прямо на адрес, уже соблюдая все необходимые нормы. Вот так проходит голосование в поселке Станционной Полевской. Ну а я передаю слово своей коллеге Ольге Демьянец, которая работает в южной части нашего города. Приветствую вас, коллеги и зрители 11-го канала. Мы находимся у школы номер 20, это один из девяти избирательных участков южной части. На часах нет еще половины десятого. Мы хотим посмотреть, как голосуют полевчане в это время суток и соблюдаются ли все меры безопасности. Телекомпания 11-й канал. Идет на второй этаж, там проходит, ну выдают маски, перчатки одноразовые, ну обрабатывают руки, выдают ручку и проходят дальше, там уже объясняют, выдают бланки, как бы, и все, люди голосуют. Сколько здесь должно проголосовать людей на этом участке? По списку у нас 1900. Сколько проголосовали, мы пока еще не знаем, потому что у нас отчетный период идет на 9-45. Но по КАИБу можно, в принципе, посмотреть. На КАИБу информация у нас есть. До дня голосования были выезды, каждый день у нас, и сегодня тоже выезд состоялся. Еще заявки идут, идут от забезбирателей. Но это чаще всего люди пожилого возраста? Ну, в этот раз не так. В этот раз, получается, люди пожилого возраста, и там есть члены семьи, они присоединяются к этому же голосованию вне помещения, но делают предвидетельную заявку. По этому КАИБу видно, что принято 16 бюллетеней, поэтому 9. Это только за сегодня? Да, вот сейчас проголосовали, полтора часа. Удобно вот в этой амуниции работать? Нам нужно привыкнуть, мы только в полтора часа, но необходимость. Откройте, пожалуйста, там две фотографии. Все, спасибо. Возьмите, пожалуйста, бюллетень. А это благодарность от губернатора Свердловской области. Спасибо. Вот так, правильно, положите, он сам не хочет. Спасибо большое. Возьмите, бюллетень обработан. Спасибо. Я уже не первый год. Вот, смотрим, чтобы проходило правильно голосование, чтобы не по два, по три человека не заходили в кабину, чтобы девочки выдавали правильные бюллетени. Вот в этом наша заключается работа. Я, в принципе, здесь сколько вот сижу лет, никогда не бывает нюансов. Ну, кто-то, конечно, заплутает, но ничего страшного. Помогут? Помогут. Народу вообще никого. Зашел сразу, прошел, проголосовал и вышел. Условия все придут и провожать, показывать, где зайти, где выйти. Все хорошо. Конституция у нас и давно была принята, поэтому как бы у нас много изменений прошло за это время. Поэтому я думаю, что все равно как бы это нужно делать. Праздничное. Потому что, во-первых, сегодня не рабочий день, я еще работаю. Поэтому, конечно, ощущается. А как вас зовут? Все вопросы у начальникового подразделения. У них идет проверка каждые два часа. Они проверяют, чтобы были в наличии исправные огнетушители, и чтобы все оборудования, которые мы используем, КАИБы в данном случае, провода, были защищены от любых воздействий. Мы, главное, переместились на другой объект. За моими плечами школа номер 8. По месту прописки это мой избирательный участок. Как ответственный россиянин я хочу прямо сейчас проголосовать. Я основательно подготовила. Средства защиты все у меня с собой. Подаренная ручка тоже на месте. Осталось только сделать выбор. Здравствуйте. Здравствуйте. Померить вам температуру. Давайте, хорошо. Все хорошо. Здравствуйте. Да. Так далеко? Да. Вы не просите у людей снимать маски? Вдруг не тот человек пришел? Ну, я по глазам вижу вас. Просим, когда не знаем человека. Пройдете в кабинку, проголосуете и КАИБ. Здравствуйте. Бюллетень обработан. Спасибо. Как видите, ничего сложного нет в том, чтобы показать свою гражданскую посетку. Никто не агитирует «за» или «против». Процесс голосования идет в обычном режиме. Средства индивидуальной защиты есть у всех. И сейчас узнаем про активность полевчан. Сейчас проснуться и ждем основной поток. Никто никого не агитирует. Спокойно присаживаются. Подходят, голосуют. Потом отпускают свой голос. И все замечательно, я думаю, без замечаний. На 1838 человек должно проголосовать на нашем участке. У нас есть присписание Роспотребнадзора. Мы полностью им следуем. Уборка капитальная в обед, капитальная уборка после закрытия участка. И между… Каждый час у нас сквозное проветривание и обработка антисептиками. И у нас еще волонтеры нам очень хорошо помогают. Они на входе на участок тоже обрабатывают все. Вам, как гражданину России, это нужно было сделать? Конечно, нужно обязательно. Решается судьба моей Родины, дальнейшей нашей жизни, наших детей, стариков. И в том числе и нас. Каждый гражданин России должен участвовать в голосовании. А я пришла сюда, потому что я считаю, что сегодня, наверное, решается судьба нашей Родины. Это каждый должен прийти и проголосовать. Потому что сидеть и молчать. Многие не идут. Я не хочу, чтобы был возврат в 90-е годы. Потому что наша история должна продолжаться. Ну, наверное, потому что мы русские. Каждый выбирает для себя сам, что он хочет видеть в будущем. Главное – не оставаться в стороне и не быть равнодушными. С вами была Ольга Демьянец. А я передаю слово своей коллеге Ксении Балденковой. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, полевчане. Сейчас мы находимся в центре северной части города. Позади меня школа номер 13. А сегодня это избирательные участки 24-13, 24-14. Сегодня в нашей стране выходной. Избирательные участки работают с 8 утра до 20 часов вечера. Но проголосовать можно было и в течение 6 дней до этой даты. Такая практика применяется у нас впервые. И насколько активны были полевчане в течение прошедшей недели. Давайте узнаем прямо сейчас. В помещении для голосования нет никакого столпотворения. Все проходит спокойно, размеренно. В нынешних условиях это самое главное. Известно, что практически каждый третий в нашем городе из тех, кому нужно было проголосовать, уже сделал свой выбор. Но основной поток все же ожидается сегодня. Поэтому все еще впереди. Жители нашего города, я хочу сказать, проявили свою гражданскую активность. Они приходили, они голосовали, они поддерживают поправки в Конституцию. И точно так же и гражданская позиция активность сохраняется на сегодняшний день. Жители приходят, они голосуют, они выражают свое желание. Мы надеемся, что процент проголосовавших в городе будет достойным. Само голосование действительно уникально. Такого еще не было. Хотя бы потому, что меры защиты здесь без прецеденты. На входе в пункт голосования термоконтроль на полу разметка волонтеры выдают средства индивидуальной защиты. Маску надеваем. Так, смотрите, одеваем синий стороной к лицу. Здесь вверх. Положите в карман, забирайте. Спасибо большое. Есть сначала удивление, что для них здесь весь сервис предоставлен. А потом все нормально, относятся очень хорошо. В случае необходимости добровольцы проводят разъяснительную работу по сути поправок в Конституцию. Кроме того, по просьбе голосующего могут сопроводить его к месту голосования. Для тех, кто не хочет или не может выйти на улицу, организовали надомное голосование. Представители избирательной комиссии приезжают с индивидуальными пакетами и переносной урной. Достаточно лишь оставить заявку. Начиная с 25 июня, мы получаем заявки на проведение голосования вне помещения. На нашем участке 24-14 таких заявок очень много. На сегодняшний день было 69 обращений, из них 5 некорректных. И 62 заявки мы уже удовлетворили. У нас осталось на сегодняшний день 2 заявки, которые в течение дня до момента окончания приема заявок, то есть до 17 часов, будут удовлетворены. На избирательных участках, расположенных в школе номер 13, голосующий достаточно активный поток не прекращается. У каждого, кто сегодня спешит в пункт для голосования, свои аргументы для участия. Ну, чтобы жизнь лучше была. Хоть она и так неплохая, но будет получше. Мы всегда ходим, мы никогда не пропускаем, все время голосуем. Надо хотя бы сообщить государству всем, что мы вообще есть, и мы о чем-то думаем, и мы принимаем решения, которые значимы для страны. Видимо, просто не хочется быть в стороне. Проходим с твоей стороны. Вот и все. Стоит сказать, что полевчане сегодня активны во всех районах города. Лидеры же появки села, округа. Но это не значит, что город отстает. Конкретно на нашем участке больше всего приходит людей пожилого возраста. Несмотря на то, что мы проходили подмовое голосование, предлагали участникам голосования, не все воспользовались им. И даже по тем адресам, по которым мы ходили, сегодня мы видим, что участники голосования к нам приходят. Несомненно, мы им рады. Члены УИК на постоянной связи с городской избирательной. Любой вопрос снимается в считанные минуты. Ольга Хвостова, председатель ТИК, лично приезжает на пункты, проверяет, как идет голосование. Вот сейчас поступило сообщение, что на 13-м участке заканчиваются маски. Привезли у нас средства индивидуальной защиты. Привезены в достаточном количестве. Ручки, маски обеспечиваем всех. Никаких проблем на участках быть не должно. На данный момент все спокойно. Люди идут, голосуют. Надеемся, что активность у нас не спадет за оставшиеся часы. И те избиратели, которые еще, те участники голосования, которые еще не пришли на избирательные участки, все-таки найдут время и придут. Вопросы безопасности и сохранения здоровья в условиях пандемии действительно выходят на первое место. Но, как говорят полевчане, все продумано до мелочей. Мне, в общем-то, в принципе, все понравилось. Я очень довольна, что к нам таким простым относятся к нам, по-человечачьи, если честно. Очень мне понравилось. Все соблюдается, да, полностью в меру безопасности соблюдается. Дают перчатки, дают маски, есть антисептик. То есть все как положено, дистанция, все соблюдается. И выходи, и на выходе. По словам главы города Константина Поспелова, нынешнее голосование – не совсем обычные выборы. Мы участвуем в историческом событии. В очередной раз хочу пригласить жителей Полевского на избирательные участки, не отсиживаться дома, не стоять в стороне от этого вопроса, прийти и сделать свой выбор. Какой? Каждый для себя решает сам. Самое главное – прийти. Добро пожаловать. Вы видите, все безопасно, все есть. Даже ручки одноразовые. И вообще все в комплекте выдается. Если кто-то боится по причине нежелания контактировать с другими, не страшно. Все меры предосторожности соблюдаются. Сегодня принять участие в голосовании смогли все, кто этого пожелал. К примеру, пациенты стационаров также смогли воспользоваться своим избирательным правом. Мобильные передвижные пункты были организованы в стационаре номер два. Накануне свои голоса отдали те, кто находится на лечении в инфекционном отделении. Всего в больницах проголосовало 15 полевчан. Все санитарные меры были соблюдены. Все члены комиссии и работники обеспечены всем необходимым средствами индивидуальной защиты. Бюллетени и ящик после проведения голосования в стационаре обработаны. Так голосует Полевской. Уважаемые жители нашего города, если вы еще не сделали свой выбор, поспешите. У вас есть время прийти на избирательный участок и отдать свой голос. Не важно, за или против. Главное, высказать свою позицию. Поддерживаете ли вы поправки в Конституцию или же нет. А сегодня для вас работа Алексея Небалденкова, Константин Миронов, Ольга Демьянец, Алексей Карипанов, Игорь Соколов. В специальном репортаже о том, как голосовал Полевской. Выборы 2020. Телекомпания 11 канал. До свидания.